В Караганде обсуждают проблемы неправительственных организаций. Здесь состоялась очередная областная конференция неправительственных организаций. Пациентам и врачам села Новомихайловка Североказахстанской области холодно, потому что они лечатся и работают в холодном здании, которое было построено в 2005 году. Это медицинское учреждение обслуживает порядка 4000 человек. В Ахтубе прошел фестиваль «Шаг в будущее». Воспитанники Центра адаптации несовершеннолетних вышли на театральную сцену. Они продемонстрировали свои творческие способности, раскрывшиеся с помощью арт-терапии. Праздник села. Новую детскую площадку при помощи бизнесменов открыли в селе Юбилейном, что в Карагандинской области. Местные предприниматели активно начали заниматься реализацией социально значимых проектов. В Караганде обсуждают проблемы неправительственных организаций. Здесь состоялась очередная областная конференция неправительственных организаций. Подобные фестивали неправительственных организаций проводятся ежегодно с подачей Гражданского альянса Карагандинской области и Управления политикой областного Акимата. Это всегда конференции, конкурсы на лучшие НПО области, выставки, ярмарки и социальных проектов. Накануне проходили сессии в регионах области. По их итогам определились лучшие неправительственные организации Карагандинской области. Из 25 социальных проектов, которые отбирались для участия в выставке ярмарки, были выбраны 19 и предложены на суд участников фестиваля НПО. В этом году фестиваль неправительственных организаций проводится под эгидой или в рамках программы «Рухани Жангру». Почему? Потому что этот проект вошел в реестр проектов реализации программы «Рухани Жангру» в нашей области. И поэтому все, что делают сейчас неправительственные организации, будет под мониторингом и наблюдением именно офиса программы «Рухани Жангру». На конференции состоялся диалог с властью и пути решения вопросов, которые необходимо отработать с руководителями области, городов и районов. Самое типичное из них – это финансирование, вопросы социального заказа. НПО активно ведут работу с молодежью, с ветеранами, инвалидами, с людьми и социально незащищенными. Аспект их деятельности огромен. Процесс развития неправительственного сектора в Караганинской области за последние три года показал, что тенденция общественного движения в регионе направлена на необходимость активного участия НПО в работе государственных органов с целью качественного решения проблемных вопросов отдельных групп населения. Ну, прежде всего, надо поздравить карагандинское сообщество неправительственных организаций с форумом, потому что любое собрание, любое общение приводит к тому, что появляются новые мысли, появляются новые идеи. И карагандинское сообщество неправительственных организаций – это одно из самых активных сообществ Республики Казахстан. Мы это хорошо знаем. На конференции поднимались вопросы активности НПО. Если в Европе, которая считается самой активной в работе общественных организаций, на одно НПО приходится около 300 человек, то в Казахстане эта цифра приближается к 2000. Это говорит о том, что НПО в Казахстане стоит на начальном пути развития, и перспектив движения вперед великое множество. Без неправительственных организаций, без гражданского сектора ни одно государство мира не обходится, Казахстан в том числе. И опять же, мы очень рады, что Караганда находится на острие вот этой вот работы. И здесь очень много интересных проектов, здесь очень много интересных идей, которые не только реализуются в Карагандинской области, или в Куроке-Караганде, но и реализуются потом и на республиканском уровне. На конференции были выявлены и болевые точки развития НПО. Это слабая работа в сельских районах и малых городах. Несистемное взаимодействие со средствами массовой информации. Отсутствие конструктивного взаимодействия НПО с государственными органами, что приводит к невозможности составления реальной картины, уровня и масштабности, проводимых в районах и городах Караганейской области различных социальных проектов. На поддержку некоммерческого сектора в 2017 году объем финансирования по сравнению с 2015 годом увеличился в три раза. На сегодняшний день объем государственного социального заказа по области составляет 1,4 млрд. тенге. В настоящее время в области применяется отраслевой принцип реализации государственного социального заказа. Как отмечалось на конференции, Караганда всегда имела активную позицию при взаимодействии с государственной властью. Это отразилось и на работе НПО. Общественные организации Караганейской области входят в тройку сильнейших команд Казахстана. Пациентам и врачам села Новомихайловка Североказахстанской области холодно, потому что они лечатся и работают в холодном здании, которое было построено в 2005 году. Это медицинское учреждение обслуживает порядка 4000 человек. Медицинский персонал из села Новомихайловка Мамлюцкого района жалуется на то, что работать приходится в холодном здании. По их словам, стены прохудились и щели в них превышают 5 сантиметров. Фельдшер Татьяна Гриценко рассказывает, что пару лет назад специалисты из ЧС приезжали сюда с проверкой. Только аварийным здание не признали. Они приехали и сказали, что здание в течение 10 лет не может быть аварийным, так как оно еще новое. Но хотя они все поснимали, все посмотрели, сказали, более годов пройдет, потом уже что-то будут думать, что-то решать. Лариса Крахмылева в этом здании трудится с 2011 года. По ее словам, помимо Новомихайловки, фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей еще пяти окрестных сел. А с наступлением осени в здании холодно. Люди сами приходят, им холодно. И то, что боимся, что вот это здание, ну, в один прекрасный момент, это же когда-то может обрушиться. Да, и холод, конечно, есть. Когда строили здесь, здесь, ну, цемента практически не было, на одном песке. Прокомментировала ситуацию и главный врач центральной районной больницы Марина Коробкова. По ее словам, работать в этом здании медики будут вынуждены как минимум до весны следующего года. Чтобы сделать это, значит, ремонт для всего здания, что на проектно-сметную документацию нужно около 3,5-4 миллионов тенге. Естественно, на ремонт здания нужно 30-40 миллионов. А приобретение жилого помещения это будет, ну, 3 миллиона. В настоящее время проводится работа для приобретения жилого помещения не более 100 квадратных метров. Здание фельдшерско-акушерского пункта Вселенного Михайловка, что находится в 100 километрах от областного центра, было построено в 2005 году. Медицинское учреждение обслуживает порядка 4 тысяч человек. В Ахтубе прошел фестиваль «Шаг в будущее». Воспитанники Центра адаптации несовершеннолетних вышли на театральную сцену. Они продемонстрировали свои творческие способности, раскрывшиеся с помощью арт-терапии. Ежегодный фестиваль «Шаг в будущее» – события, подводящие итоги всей проделанной Центром адаптации несовершеннолетних за год работы в сфере арт-терапии. Посмотреть на представления театра теней и рисунки детей на песке сегодня в театр «Кукол Алакай» пришли педагоги городских школ и колледжей. С помощью такого метода лечения сотни детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, заново открываются миру, раскрепощаются и через творчество учатся верить в хорошее, доброе, светлое. Театр теней – одно из немногих направлений арт-терапии, применяемых в Центре адаптации несовершеннолетних. Педагоги-воспитатели также занимаются с детьми пескографией, тканей и цветотерапией, познают искусство театра рук. Основной из главных целей является то, чтобы обратить внимание на проблемы Центра адаптации несовершеннолетних в нашей общественности, на государственных учреждениях, на проблемы детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И вот именно с этой целью мы проводим уже неоднократно такие фестивали. Сегодня в Центре адаптации несовершеннолетних временный приют нашли 15 детей. Возраст самого младшего – 5 лет, старшему из воспитанников – 16. Пятеро ребят, оставшиеся без попечения родители, а девять поместили в казенный дом, как без надзорных. Некоторые из них после трех месяцев пребывания здесь попадут в детский дом или найдут новых родителей. Большинство вернется в свои семьи. Но пока здесь и сейчас они поют, играют, рисуют и танцуют так, как будто и не было грустных дней в копилке детских воспоминаний. Праздник села. Новую детскую площадку при помощи бизнесменов открыли в селе Юбилейном, что в Карагандинской области. Местные предприниматели активно начали заниматься реализацией социально значимых проектов. Этого развлекательного комплекса здесь ждали давно. Появился он в селе Юбилейном. Общая стоимость этого проекта – порядка трех миллионов тенге. Игры на площадке будут способствовать формированию детей навыков совместной деятельности и общения, воспитанию культуры в общественных местах, что в свою очередь станет предпосылкой для становления полноценной личности. Открытие детской площадки в вашем селе – один из первых реализованных социально-ориентированных проектов нашего района по программе «Рухани-Жан-Гро». Программная статья «Взгляд в будущее», «Модернизация всех созданий». Глава нашего государства Султан Абиш Назарбаев призывает всех казахстанцев строить лучшее будущее своими руками. Торжественное открытие было наполнено словами-поздравлениями и приятными сюрпризами. Детвори организовали развлекательную программу и праздничные угощения. В общем, этот комплекс состоит из 13 малых архитектурных форм. Это скамейки, карусели, турники и качели, тренажерные и игровые комплексы. Очень рады, все рады. Дети и мы взрослые. Есть детям, где провести время. У нас образовался такой спортивно-развлекательный комплекс, где детям есть провести время. У нас здесь занесены и малыши детского сада, и взрослые ребята. В общем, по Абайскому району реализуются порядка восьми подобных социально значимых проектов. Бизнесмены вложат в них примерно 300 миллионов тенге. Сейчас предприниматели активно выходят с предложениями развития сел и поселков. В этом году планируют провести благоустройство в селе Коксу, построить детский парк в селе Акбастау и многое другое. Наше село, село юбилейное, которое в дальнейшем будет у нас много предпринимателей, фирмских хозяйств, которые будут вкладывать, надеясь, на развитие нашего села, развитие нашей молодежи, чтобы наша молодежь в свободное время занималась спортом. Тренажерные залы будем ставить, будем, может быть, и бассейны построим, потому что сегодня это как бы есть поддержка бизнеса со стороны руководства области, со стороны правительства. Сегодня все делали для того, чтобы наш бизнес и трехоспроизводители развивались. Эта детская площадка в селе Юбилейное сразу завоевала популярность среди местной детворы. Здесь вдобавок установлено специальное ограждение освещения, что позволяет играть в футбол до позднего вечера. Этот комплекс, кстати, один из первых реализованных социально ориентированных проектов Абайского района по программе «Рухани Жангыру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова